Импровизация команды. Это проект, который уже третий год шагает по стране. Мы начинаем третий сезон. И мы все переделали. Мы все вообще переделали. Потому что, когда мы начинали, у нас было примерно шесть команд, потом штук десять, потом двенадцать. А теперь их стало так много, что мы решили, что надо сесть и хорошенько подумать, где же всем этим командам играть. Надо сесть и хорошенько расшириться. Короче. Есть три сцены. Сцена Москва, сцена Урал и сцена Питер. Все эти три сцены равны по своему статусу. Что это значит? Победитель каждой сцены, победитель сцены Москва, победитель сцены Уран, в Припяти проводим несколько игр из сцены Сцены Москвы, победитель сцены Урал и победитель сцены Питер попадает на главную сцену нашего проекта. Раньше главной сценой нашего проекта была сцена Москва-1. Но теперь мы решили ее переименовать. Правильно? Да. Теперь эта сцена называется Hard. Трудность. Трудность. Сцена трудность. Потому что на ней трудно играть. И на нее трудно попасть. Абсолютно. Как вы понимаете из названия, мы все делаем для того, чтобы вам было понятно все. Мы проект назвали импровизация команды. Сцены мы назвали Питер. Потому что она проходит в Санкт-Петербурге. Москва. Потому что она проходит в Москве. И Урал. Казалось бы. Потому что он проходит в двух городах. В Екатеринбурге и Челябинске. Соответственно как вы понимаете, легко догадаться, сколько еще направлений в России, в которых можно открыть сцену. Поэтому мы говорим всем вам. Всем вам, кто нас смотрит. Каждый из вас, если захочет, может открыть сцену. Или хотя бы провести официальную игру. Мы прям как на песне года с вами официальную игру. А официальных игр в 2019 году уже прошло аж 25. 25? 25. Аж 25. Если вы хотите провести официальную игру в своем городе, все подробности вы найдете по ссылке в описании. Официальных игр, кстати, когда мы их запускали, казалось, что, ну знаешь, ну будет их там 3. Да, 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 да. Их прошло 25. В какой-то момент в телеграм-канале, в котором всегда идут онлайн-трансляции каждой официальной игры. Да, этот телеграм-канал называется «Громко и весело». На него тоже нужно подписаться. Ссылка тоже в описании. В какой-то момент я понял, что я уже запутался и не могу следить. Однажды там было, по-моему, три одновременные трансляции. Так, ну что, а для чего, собственно, мы здесь сегодня? Мы здесь для того, чтобы провести жеребьевку. Сегодня мы проведем жеребьевку только одной сцены. Сцены «Хард», главной сцены нашего проекта. Все остальные сцены, мы тоже проведем жеребьевку, но это будет очень долго, если мы будем сейчас всех вытаскивать и так далее. Мы просто вывесим результаты этой жеребьевки в нашей группе ВКонтакте. У нас есть на сцене «Хард», по-прежнему будут участвовать восемь команд, и у нас есть две команды, которые обеспечили себе участие на этой сцене. Это победители прошлого сезона, двукратные победители нашего проекта, команда «Лютые» и «Стамбон». Которая пока не проиграла ни одной игрой. Не проиграла ни одного баттла. А вторая команда, которая обеспечила себе участие на сцене «Хард», это команда «Разные» из Москвы. Которая проигрывает частенько. Они проигрывают частенько, но в прошлом сезоне они победили тогда еще на сцене «Москва-2» и обеспечили себе участие. Вообще, в будущем на сцене «Хард» всегда будет участвовать 8 команд, но на эту сцену команды мы будем отбирать сами. Отбирать будет креативная группа проекта «Импровизация команды». То есть сейчас, когда у нас появилось много сцен, у нас есть 4 победителя. То есть это победитель сцены «Хард», соответственно, победитель Москвы, победитель Урала, победитель Питера. И еще 4 места, еще 4 команды, которые мы будем отбирать сами. Поэтому никогда еще не было так легко попасть на «Хард», как в этом году. Потому что целых 5 мест у нас в этом году. Вот, 6. Я не с первого раза, а из 8-2 вычитаю верно. 6. Так, ну что, мы команды поделили на 2 корзины, правильно? Абсолютно по-честному, потому что мы не по своим каким-то симпатиям. У нас все просто. Тут 4 полуфиналиста сцены «Москва-1», еще тогда. Здесь 4 другие команды. 4 четвертьфинала, доставим одну команду, она отправляется в А, 2-ая в Б, 3-я в Ц, 4-ая в Д. Кому доставятся чемпионы, мне интересно. Итак. И ты первый. В четвертьфинала отправляется команда… Лютый Тамбов. Лютый Тамбов. Мои любимые. Мои любимые. Кстати, если вам интересно посмотреть финал прошлого сезона, он есть на нашем канале, ссылочку мы вам оставим, там Курский против Лютых. Вообще не понимаю, почему вы не подписываетесь на канал, мы уже раз 10 сказали, сколько на нем всего есть. А еще сколько будет? Мы же что-то снимаем. Так, ну что, в четвертьфинале А команда Лютый Тамбов, вторую тащу я, да? Да. В четвертьфинал Б отправляется команда Неудержимый Нижний Новгород. Так, ну что, и у нас опять Лютый и Неудержимый могут встретиться в полуфинале. Да. Ну, может и нет. Может и нет. В четвертьфинал С отправляется… Сносный Ростов-на-Дону. Сносный Ростов-на-Дону. И в четвертьфинал Д, соответственно, вы уже поняли, что отправляются Курские в Курск. Самое интересное, потому что, ну, команду-то вытаскивать по половинам сетки, это прикольно, но надо уже знать, кто с кем, и заодно обсудим, что мы думаем про каждую команду. Итак. В четвертьфинал. Давай, знаешь, вот так, чтобы вообще все случайно. Итак, в пару к Лютым отправляется команда. Разные, Москва. Удача! Ну что ж, Разные проделали огромный путь. Огромный, длинный путь. Навстречу Тамбову. Кто бы знал, что все это время ребята сквозь неоновых, неуловимых, каких-нибудь спонтанных и колючих шли тернистой дорогой к Тамбов. Я напомню, что вообще-то разные оказались на сцене Москва-2, потому что в первом сезоне сцены Москва-1 проиграли Тамбову. Да? Да. Вон оно что! Так что, возможно, разным предстоит еще одно большое турное. Возможно, стоит съездить на Урал. Возможно. Нет, это как в фильмах. Это вот стопудово как в фильмах. Они в самом начале фильма проигрывают лютым, потом идут на самое вообще вот-вот, ведут вниз, проделывают огромный путь, долго идут, потом возвращаются к лютым и побеждают. А если это просто вторая часть, когда в первой части победил Терминатор, и в второй части победили? И еще шесть фильмов. Нет, это как в фильме, я тебе говорю, стопудово. Нет, ну это во всяком случае крайне интересно. Крайне интересно. Ну что, четвертьфинал Б. В пару к неудержимым Нижний Новгород. Отправляется команда Минский, Минск. Ну что ж, это будет самый добрый четвертьфинал в истории нашего проекта. Если в этом четвертьфинале, в первом, где Тамбов и разные будут лететь, искры, будет мощь, будут огромные мужчины на сцене, то здесь будут добрые ребята из Минска против умных и вялых ребят из Нижнего Новгорода. Очень смешно шутить. Приходите за добром. Смешные команды, и вот это тоже будет очень интересная игра. По идее, на сцене Харджи нету плохих соперников, правильно? Нет, ну нету, но понятно, что лютые просто и неудержимые, это очень опытные. Они финалисты первого сезона, и в прошлом году, возможно, неудержимые не были в финале, только потому что встретились с лютыми. Как будет и в этом году, если что. Но может, будет полуфинал Минский разный. Может такое быть? Вряд ли. Второй четвертьфинал. Неудержимые. Нижний Новгород, Минск. Минские. Минск. Минские. Минск, Минск, Минск. Отправляемся в ту часть сетки, откуда идет не чемпион. Так, ну что, в четвертьфинал С, в пару к сносным Ростов-на-Дону. Здесь есть Брянск же, правильно? Ну да. Очень интересно. Если ты сейчас вытащишь Брянск, наша жеребевка слегка теряет смысл. Мы просто собираемся в разные одежды и выбираем одни и те же пары. Если бы мы не переодевались, то можно было бы заподозрить. А здесь остались такие Томск и Трезвый Брянск, правильно? Да. Да? Да. Ну что ж, и в пару сносным Ростов-на-Дону отправляются. Отправляются. Я сам не вижу, мне тоже интересно. Отправляются. Ну кто? Отправляются. Такие Томск. Сносные Такие. Очень опытная команда. Такие Томск, очень опытная команда. Которая, как кажется, остановила время. Почему? Потому что, мне кажется, первый раз мы эту команду увидели лет пять лет назад. И вот мне кажется, что пять лет они так и играют. Так что, Томск, если вдруг вы это смотрите, а если вы это не смотрите, то вы вообще что-ли, то пожалуйста. Я не знаю, как, то есть вы же все пять лет репетируете. Мне очень нравится эта команда, потому что они такие добрые, позитивные, милые. Но вот чего-то все время не хватает. Мы в прошлый раз об этом говорили с тобой. И проиграли. Вроде и их ругать даже не хочется. Они же типа добрые. В прошлом году они попали на Курск, и Женя тащила как могла, но Курск своей вот этой наглостью, конечно, пацанской задавил. В этот раз тоже команда, которая умеет давить. Потому что Ростов, они же тоже такие мощные, такие громкие. И Томску будет непросто. Но с другой стороны, если Томск правильно расставит акцентики, так ловко все обойдет. Все может быть. Да, потому что Ростов тоже, знаете, там есть вопросы. Итак, последний, соответственно, четверть финала. Все уже стало понятно, но мы должны это сделать. Трезвые Брянск. Эту игру я предлагаю проводить в подъезде. Курские трезвые. Это будет очень такой пацанский юморок. Для меня лично фаворит в этой паре очевиден. Нет, ну это понятно. Это финалист Курса. Он, естественно, они чемпионы М2. Они же, получается, вот за два года сыграли... Вот Тамбов сыграл семь игр. А они вообще восемь игр сыграли. Потому что там больше игр. Но одну проиграли. И выиграли семь, одну проиграли только Тамбов. Поэтому трезвым не поздоровится, если они не соберутся. Нужно собраться. Но от трезвых есть другой прикол. Какой? Они каким-то чудом в первой игре, вот всегда в четвертфинале, очень заряжены, очень какие-то такие мощные, громкие. Они всегда очень хорошо стартуют, а потом наступает полуфинал. И у ребят ничего не получается. Да, и кстати, в рамках Punchline-фестиваля же проходили игры команд тоже. И буквально вчера, как раз и позавчера играли трезвые и... И Курский, и там победил Курск. Да. Это будет крайне интересная игра. Да. Смотри, сейчас будет живая эмоция. Ну и попали на Тамбов. У меня круг. Какое вам слабое сёлое. Ну так вытащилось, муравль. Так вытащилось. Так. Короче, будет крутой сезон, уже это понятно под четвертфиналом. Да. Что мы можем сказать в конце? Ходите на батлы проекта «Импровизация команды». Теперь уже не только в Москве, а теперь уже во-первых, во многих городах на официальные игры. А в Санкт-Петербурге, в Челябинске, в Екатеринбурге обязательно ходите на наши сцены. Потому что там уже всё гораздо серьёзнее. Там Рубилова. То есть это не одна игра, это борьба за сцену. Хард. А самое главное, что не только ходите. Вот чем крут наш проект. На него можно не только ходить, в него можно попасть. Собирайте команды. Нужно всего-то найти три друга. Да. Научиться шутить. Всего-навсего. Найдите для начала трёх друзей. Придумайте себе название, которое из прилагательного. Пришлите нам заявку. Мы обязательно посмотрим. Мы все заявки смотрим. Нет ни одной команды, которая прислала бы заявку. Я, Антон, Стас или ещё кто-то не видели бы эту команду. Мы всё посмотрим. И если, ну, хоть что-то, вот хоть что-то в вас есть, мы обязательно вас определим либо на сцену Питер, либо на сцену Урал, либо на сцену Москва, либо хотя бы в официальную ПК-игру. Ну что, и главное, подписывайтесь на этот канал, потому что вы раньше думали, что здесь видосы выходят раз в полгода, а очень скоро мы вас засыпем просто видосами. Тут что ни день, то видос будет. Ну что, жеребьёвка сцены Харт вы посмотрели. Жеребьёвку сцен Москва, Урал и Питер мы выложим в нашей группе ВКонтакте. Ссылка будет в описании. Ребята, и самое главное, не забывайте, что такое импров. Субтитры сделал DimaTorzok